16 апреля на свое новое место служения в Колпашевскую епархию прибыл епископ Филарет. Своего нового духовного владыку прихожане Вознесенского кафедрального собора и православные колпашевцы встретили торжественно, как и подобает колокольным звоном, хлебом с солью. Епископ Филарет провел богослужение и выслушал приветственное слово представителей местного духовенства. Напомним, после того, как первый архиерей Нарымского края епископ Силуан получил назначение в патриархии и переехал в столицу, место правящего архиерея Колпашевской епархии в течение двух лет оставалось вакантным. Мы на протяжении двух лет все вместе и пастори и члены церкви в Нарымском крае молились Богу, чтобы Господь даровал нам архипасторя любящего и мудра. И, видимо, наши молитвы приют слышны Богом. Сегодня мы рады вас видеть, встречать на Нарымском крае. Назначенный епископ Калпашевский из Трижевской поприветствовал представителей епархии и прихожан. Великим трепетом коснулись мои стопы благословенной земли Нарымского края, куда благословением Святейшего Патриарха и определением Священного Синода. От 12 марта сего года я был определен и набрал. Конечно, никто сам не принимает на себя такого подвига самочинно занимать такие ответственные посты. Только волей Божией и с этим промыслом направляет Господь в верность своих служителей на высоту этого благодатного служения, которое Господь призвал на меня. 43-летний владыка Филарет прибыл к нам из Коломны, где он являлся руководителем и педагогом монашеской общины духовной семинарии. В преддверии прибытия на Калпашевскую землю глава Русской Православной Церкви святейший патриарх Кирилл напутствовал епископа Филарета на служение и вручил ему архиерейский жезл. По окончании встречи с колпашевскими прихожанами мы провели беседу с новым архипасторем и узнали у епископа колпашевского и стрижевского Филарета, как его встретила Томская земля. Несмотря на то, что Томская земля считается суровой, морозной и в климатическом отношении довольно строгой, Томская земля приняла меня довольно тепло. Меня встретили добрые помощники, хорошие люди, окружили меня вниманием, заботой. Особую заботу и внимание мне оказал владыка Ростислав, митрополит Томский, Асиновский. Особое попечение обо мне имел и всеми вам известный епископ Всилуан, ныне Павло Посадский, который поделился со мной своим опытом служения здесь на Нарымской земле. Ну и, конечно же, наши дорогие прихожане, которые сегодня приветствовали меня здесь, в Вознесенском храме города Колпашева. В ближайшее время епископ Филарет посвятит изучению духовной, общественной, культурной специфики региона, чтобы наиболее плодотворно выполнять возложенные на него обязанности. Это задача, перспектива, которая будет простираться, наверное, на год вперед. То есть первая задача – это задача знакомства. Знакомство с людьми, знакомство с епархией, знакомство с краем, знакомство с батюшками, храмами. А затем, когда я стану понимать всю полноту картины, которая складывается здесь у нас на Нарымской земле, я думаю, что, может быть, осторожными шагами будем принимать какие-то решения, которые послужат плодотворному созиданию духовной жизни здесь, в Колпашевской епархии. Главной своей задачей священнослужитель считает молитву. Молитва в присутствии и с участием архиерея, она церковную жизнь созидает в полноте. То есть это полнота, когда собирается вся церковь, ее глава, архиерей, священники, которые несут служение Божию народу, дьяконы, ну и, естественно, молящиеся, благочестивые миряне. А вас не пугает такой непростой край, как наш? Конечно, не пугает. Я, как уже говорил, в принципе, человек из глубинки. Хоть и жил в Подмосковье, но все мои корни из Нижегородской области. Из Нижегородской области семья епископа Филарета переехала в город Дмитров, в Московской области, где и родился священнослужитель. Семья занималась фермерским хозяйством. Духовная жизнь владыки Филарета началась с тайного крещения в одной из дмитровских церквей. Непопулярно было среди партийных работников, которым был мой отец, принимать участие в религиозных таинствах. И тогда папа мой поручил моему крестному, своему другу, по работе. И они с мамой поехали в этот храм. И в церковной сторожке, даже не в храме, меня крестили. И метрические книги не регистрировали, чтобы не было повода нашим церковным властям осуждать действия моих родителей. Вместе с матерью будущий епископ Калпашевский и Стрижевской посещал храмы, будучи еще школьником, и о священнослужении не помышлял. Желание связать свою жизнь с церковью он ощутил позже, во времена студенчества. Мысль о служении Богу пришла к епископу Филарету неожиданно. Ну вот я читаю книгу просто такого православного художественного содержания, не богословскую, скорее художественную. В какой-то момент почувствовал присутствие благодати Божией, и начал плакать, слезами заливаться, и после этого жизнь моя изменилась. По-другому я стал и молиться, и к церкви относиться, и гораздо больше стало времени посвящать богослужения в храмах и интересоваться жизнью церковной. Родители приняли ваш выбор? Мама, она очень желала, она даже в свое время прям молилась Богом, когда стал монахом и священником. А папа, ну он в меньшей степени церковный, но в целом для него это тоже является моим авторитетным выбором. Он с ним согласен, поддерживает и благословляет. 16 апреля епископ Калпашевский-Истрижевской Филарет приступил к служению на территории Калпашевской епархии. Продолжение следует...